итак всем привет друзья сегодня расскажу вам о том как обвести картинку в бесплатной программе paint.net ну что значит обвести ну вот у вас есть допустим фотография до вырезанная или какая-то картинка вырезанная и вам вокруг нее надо сделать ну а вот до какого-нибудь цвета который вам хочется и соответственно сегодня покажу как это сделать ну и плюс еще на это бесплатная программа мне надо ее не взламывать ничего так далее то есть все под рукой и всегда под рукой всегда бесплатно уезжайте куда-либо и вам не надо искать но эти всякие photoshop и взламывать их так ну ладно итак переходим к следующему прежде всего вам понравится paint.net я лично рекомендую набрать paint.net в яндексе и точнее посмотреть в википедии да и соответственно для чего это делать чтобы зайти на официальный сайт вот как я сейчас видите зашел в википедии нажимаю download далее тут надо разобраться надо нажать именно сюда download потом надо нажать вот именно вот сюда download потом надо мне уже показывает что он мне уже скачен я показываю ну давай покажи в папке далее заходите в файл ну а далее я уже думаю вы разберетесь что надо делать до вначале файл распаковывается далее вы нажимаете установка и так далее тому подобное соответственно я думаю что вы разберетесь экспресс установку вы установка сможете осилить ну что ж мы закрываем но сейчас следующее я думаю что вы установите paint.net но просто установки paint.net недостаточно ссылочку оставлю в описании на дополнительные эффекты ну или как плагины для paint.net соответственно ссылку оставляю в описании кстати потому что их скачать некоторые люди говорят что у вас должна быть почта в яндексе иначе я нас не дают я не знаю насколько у меня есть почта я не знаю насколько это правдиво да у нас я вот могу скачать без проблем вот вы скачиваете вот этот файл нажимаете если нет вы заводите почту и скачиваете я просто не вижу в чем проблема если завести почту в яндексе если вы хотите все сделать по инструкции там потратить несколько секунд лишних на завод почты чем писать в комментариях что я не могу скачать файл с яндекс диска ну это же не я это сделал это сделал яндекс я бы конечно всем позволил и так значит смотрите вот файл мы распакуем его извлечь мега плагинс заходим в папочку вот эта папка и теперь смотрите два вот этих файла копируем их и теперь смотрите значит и заходим на диск c где у нас и установился paint.net ну или у вас установился меня уже установлен да соответственно заходим в программ файл с нет программ x86 файл с а именно в программ файл здесь и здесь ищем paint.net и вставляем сюда 2 2 этих папочки нажимаем вставить и вот он вставляет 132 мегабайта аж целых до соответственно придется подождать но я отменяю потому что они у меня уже есть ну это вы скачаете понимаете поэтому для меня это без толку часом вы ждать пока он скачается у меня уже закачано все вот эти эффекты и тай файл тайпс или что там было у меня уже закачано и поэтому мне не надо их закачивать заново и так ладно далее теперь приступаем к следующему теперь открываем paint.net и делаем следующее давайте создадим какую-нибудь ну 120 на 1080 размер заставки вконтакте да и сейчас откроем файлы которые необходимы да ну вот у меня есть вырезанный котейка который мы будем и обводить соответственно теперь внимание как это делается ну первое заходим на наш фон да нажимаем на кнопочку здесь добавить слои да смотрите если вы закройте вот эти слои здесь справа вверху можно потом как видите добавить за камерой здесь видно вот здесь слои можете опять включить вот то есть включается включается вот все эти слои здесь на месте а теперь следующее нажимаете на добавить новый слой да теперь берете заходите на котей куда на фотографию выбираете здесь слева выделить вот инструмент выделить просто выделяете картинку control c нажимаете ну или просто можете если ну да лучше так я думаю что выделить и control c нажимаете да ну и соответственно на втором слое когда здесь выбран второй слой нажимаете control b вот соответственно вот наша котейка внимание вас должен быть выбран второй слой на первый слой не нажимайте именно должен быть выбран второй слой теперь заходим в эффект теперь мы уже приступаем как вот к обводу данного данной картин данного и господи что со мной происходит а и выбираем еще раз повторяю в эффектах не в коррекции нет в эффектах выбираем object а и здесь выбираем ну я рекомендую первую вот это outline object до соответственно есть еще один аутлайн то обжиг на его рекомендуют это первый выбираю его и как видите уже что-то как будто утолщилось да но мы выберем давайте ну зеленого цвета да или какого цвета хотите вот желтого да а причем здесь ползунки смотрите чтобы они были вот здесь на цвете который вы хотите желтого цвета давайте зеленого все-таки цвета да мне больше нравится зеленый и соответственно далее толщина радиус увеличим и как видите вот обвод у котейки как раз появляется здесь толщина ну соответственно все давайте на максимум нажимаем ok и все вот обвод наш готов кстати сразу скажу что данная толщина обвода если вам не хватает можете создавать ну как бы еще потом дополнительные эффекты еще раз заходить да и опять утолщать да еще раз утолщать эффекты значит и так далее и тому подобное но я не знаю почему на котейки так тонкой такой тонкий именно значит возможно из-за того что сама котейка маленькая да такой тонкий обвод но на деле на тексте и на других можно там толще создавать ну или еще раз повторяю можно повторять еще раз применить к этому объекту еще раз применить вот этот вот он будет еще толще еще толще может вообще быть толстым каким вы только захотите и так друзья ну вот собственно далее естественно покажу как сохранить нашу картинку нажимаем файл сохранить как как я только что сделал выбираем здесь тип файла jpeg или какой вам угодно до нажимаем 1920 на разрешение нашей картинку нажимаем ok нажимаем еще раз ok нажимаем объединить все слои ну и после этого можем уже обратиться к нашему изображению давайте тут же его откроем наши картинки вот нажимаем картинку и вот отдельно она у нас открылась вот такая вот замечательная котейка нас обводом получилось друзья так что что можно еще сказать ну вот собственно и все надеюсь вам видео было полезно всем доброго до свидания